Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров неоднократно бывал беспощаден к себе в интервью. Фигурист честно признавался, характер у него не сахар. В годы спортивной карьеры случалось нарушал режим. Попадал по дисквалификацию, не мог поладить с партнершами. И все же заслужил уважение товарищей, тренеров, любовь поклонников. Все они стали горячо молиться за здоровье спортсмена, узнав 10 января, что он попал в реанимацию с тяжелейшим воспалением легких. Родился Костомаров в 1977 году в Москве, но в очень простой семье. Папа электрик, мама повар. К спорту Рома тянулся, но хотел стать гимнастом или пловцом. Мама привела на каток, причем довольно поздно. Мальчику было уже 9 лет. Первый тренер Костомарова Лидия Караваева поставила его в пару со своей дочерью Екатериной Давыдовой. Ребята прокатались вместе много лет, стали чемпионами мира среди юниоров. При этом в родном дворе будущей звезде приходилось ой как не сладко. Девчатей вид спорта, все смеялись из-за того, что я фигурным катанием занимаюсь, а тут еще и с девочкой, делился Роман. В конце 1990 годов Костомаров уже жил и тренировался с океаном в группе Натальи Леничук. Партнершей фигуриста стала Татьяна Навка, с которой он выиграл Олимпийские игры в Турине в 2006 году. Однако прежде чем добиться большого совместного успеха, Татьяна и Роман успели расстаться, а потом начали все сначала. Когда журналисты спрашивали Костомарова про особенные романтические чувства к партнершам, фигурист всегда подобное категорически отрицал. Он влюблялся в коллег, но только в тех, с кем не пришлось тренироваться и выступать. В какой-то момент после ссоры с Навкой его новой партнершей стала Анна Семенович, но успехи пары оказались скромными. В итоге Роману пришлось наступить на горло своей гордости и уговорить Навку вернуться. По дисциплинарной дисквалификации Роман попадал дважды, он тогда был очень молод. Оба раза до Цугундера спортсмена доводили горячительные напитки. Алкоголь делает свое дело, становишься более буйным, шумным, крикливым. Соображалка отключается, каялся уже повзрослевший Костомаров. Спортсмена дисквалифицировали до конца сезона в Универсиаде в Южной Корее в 1997 году, а потом вычеркнули из списка участников показательных выступлений на турнире в Австрии. Там спортсмен вместе с другом устроил целый дебош. Выводы для себя он сделал самый правильный и больше себе подобного не позволял. В критический момент тяжелой болезни рядом с Романом оказалась его вторая супруга Оксана Домнина. Она бронзовый призер Олимпиады 2010 года. Первой женой спортсмена была тоже фигуристка Юлия Лаутова. Она тогда выступала за Австрию. Домнина стала на свадьбе свидетельницей. Отношения Романа и Юли постепенно становились все прохладнее. Зато нежное чувство возникло к Оксане. Несколько лет Домнина ждала от возлюбленного предложения. Спортсмены жили в фактическом браке, стали родителями дочери Анастасии. Вероятное терпение Оксаны лопнуло. У нее начался новый роман с партнером по ледовому периоду актером Владимиром Яглычем. Но это был не конец истории Домнина и Костомарова. Они помирились и все-таки оформили отношения 8 лет назад. Анастасии Костомаровой уже 12. У супругов родился еще и сын Илья, которому 7 лет. Любовь в том и заключается, что она проходит через разные трудности, как то сказал Роман. В дни большого волнения за мужа Оксана держится стойко, только просит журналистов не беспокоит лишний раз. Самообладание не просто дается любящей женщине.